Книга «Открытым оком», тема «Работа», вопрос 3397. «Вы как-то высказались, что отрицательно относитесь к профессии историка. В чём же моя вина, если я преподаю в школе историю? Не сам же я её пишу, а у нас есть учебники, утверждённые Министерством просвещения РФ?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Учебники плохие, написанные недругами русского народа. Если вы обязаны учить по программе, но умейте донести так, чтобы везде виден был Бог, если война, то укажите, за какие конкретно грехи постигла эта беда». Вот отрывок статьи, она печаталась с заголовком. «По плодам узнаете их» Матфея 7,16. В следующих публикациях «Русская жизнь» 21, 23, 24 февраля 1995 года. «Наша страна», номера 2329-2330, 1 и 8 апреля 1995 года. «Русский вестник», номера с 11 по 14, 198-201, 1995 года. «Кадетская перекличка», номер 57, июль 1995 года. «При всей шумихе о демократизации, приватизации, плюрализме, иногда даже о духовном возрождении и прочих прогрессивных событиях, происходящих в Российской Федерации РФ, я задался вопросом, а какую историю России преподают в школах РФ? Люди какого настроя станут у Кармила власти через 10-15 лет? Вспомним, что Бисмарк, железный канцлер, создавший единое мощное государство из разрозненных германских удельных княжеств, иначе их не назовешь, заявил по окончании победоносной войны 1870 года с Францией. «Эту войну выиграл немецкий учитель». Именно эти мысли пришли мне в голову при ознакомлении с двумя учебниками истории Отечества, утвержденными Министерством просвещения РФ и напечатанными в Москве издательством просвещения в 1992 году. Учебник для 10 класса. Тираж 1 246 335 страниц. Написан Л.Н. Жаровой и И.А. Мишиной. И охватывает 1900 по 1940 года. Учебник 11 класса. Тираж 3 018 287 страниц. Написан целым коллективом авторов. В.П. Островский, руководитель авторского коллектива. В.И. Старцев, Б.А. Старков, Г.М. Смирнов. Этот учебник охватывает период с 1940 по 1991 года. Оба вышеупомянутых учебника написаны в лучших традициях советской исторической науки. Чтение их лишнее подтверждение того, что все разговоры о возрождении России и прочем прогрессии являются бутафорией маскировки перекрасившихся в демократов, коммунистических функционеров-интернационалистов. Как и введение бело-сине-красного флага и пародии на императорский государственный герб и прочее, начиная с названия «История Отечества», почему не России, ведь РФ 85% населения русские. Обе книги наполнены лживым оплевыванием всего русского. Слово «русский» используется исключительно редко, в большей части тогда, когда нужно произвести отрицательный эффект. Вся тысячелетняя история русского государства представляется как что-то темное, безнадежное, реакционное. В истории о стране, где влияние церкви до 1917 года сказывалось на всем жизненном укладе общества, церкви уделено буквально несколько строчек отрицательных. В книге для десятого класса уже на первой странице предисловия говорится «Признавая право классового подхода на существование». Другими словами, история опять будет по Марксу, а также о показе взаимосвязи и преемственности до и после октябрьского периода в истории. О какой преемственности идет речь, когда с первых дней захвата власти большевики принялись усердно разрушать все русское, русских людей расстреливать, памятники русской культуры сносить и взрывать. Когда вся революция совершалась под лозунгом «Мы старый мир разрушим до основания, а затем мы свой, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». На седьмой странице мы узнаем, что в России на рубеже XIX-XX веков существовала полуазиатская деспотическая власть царя и развивающееся социал-демократическое движение, неграмотность, забитость крестьянства, немного ниже российское государство, вырываясь из оков варварства и прочее. На девятой странице авторы предлагают стишки В. Геляревского, по мнению авторов, хорошо описывающие положение в России тех времен. В России две напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти. Использование творений четвероразрядного писателя для подтверждения своей точки зрения – прием весьма сомнительный даже для газетной статьи. Когда же он применяется лицами, претендующими на роль историков, то приходится просто руками развести, как писанина такого сорта утверждается Министерством просвещения РФ и издается многомиллионными тиражами. То, что в дооктябрьской России все было плохо, высказывается буквально в каждой строчке учебников. Так говоря о направлениях различных политических партий конца XIX века, мы читаем, некоторые социалисты склонны были видеть в отсталости России, подчеркнуто мной, П.Б. Преимущества для осуществления социалистической революции. Другими словами, отсталость России выставляется как неоспоримый, само собой разумеющийся факт. Итак, во всем, в обоих учебниках, при любых упоминаниях любых явлений до Октябрьской России, все преподносится в отрицательном свете. Например, приводится «факт» в учебник под этим наименованием включены различные статистические, исторические данные, выписки из документов и прочее, о том, что за счет средств царской фамилии существовало императорское человеколюбивое общество, содержавшее 225 благотворительных учреждений. Из них 65 учебно-воспитательных, 62 дома для престарелых и инвалидов, 36 домов с бесплатными и дешевыми квартирами, несколько столовых с бесплатными обедами, швейных мастерских, 20 медицинских учреждений, всего общества оказывало помощь 200 тысячам человек в год, расходу на эти нужды полтора миллиона рублей, то есть около 1000 фунтов хлеба на человека в год ПБ. Признав, что в стране действовало множество подобных организаций, как частных, так и правительственных, авторы, не смея открыто порицать такие мероприятия, предлагают ученикам ниже следующие наводящие вопросы. Первый. О чем свидетельствует широкое распространение благотворительности в стране? Второй. Считаете ли вы унизительным для человека пользоваться услугами благотворительных организаций? Третье. Как через благотворительность проявляются социальные контрасты? Человека с нормальными мозгами так и тянет ответить. Да, благотворительность унизительна, лучше действовать как Сталин, миллионами уничтожать в ГУЛАГе или, как теперь, просто рабочими месяцами не платить зарплату и побираться по всему миру в надежде на подачки. Даже в описании Столыпинской земельной реформы, всемирно признанной одной из наиболее успешных реформ того времени, авторы ухитряются влить ложку дегтя. Например, реформа споткнулась о крестьянскую и помещичью психологию, чисто бюрократические методы ее проведения. Так как авторы по излюбленной советской методологии голословного охаивания не объясняют, что значит «споткнулась», то комментировать такие заявления невозможно. Опять же, в полном соответствии с советскими журналистко-писательскими традициями авторы не стесняются искажать факты. Общеизвестно, что накануне февральской революции крестьянам на началах собственности и аренды принадлежали 100% пахотной земли в Азиатской России и около 90% всей площади Европейской России. Смотрим, например, царствование императора Николая II в цифрах и фактах Б. Бразоль, Нью-Йорк, 1959 года. По данным же учебника для десятого класса выходит, что крестьяне по учебнику «Кулаки» владели примерно одной третьей частью земель. О Первой мировой войне сказано довольно мало. Все внимание уделяется разрушительной деятельности различных левых партий и лиц в течение войны, включая Ленина. Обойдя молчанием отсутствие Ленина во время февральской революции, мы переносимся в апрель, когда Ленин выступил со своими апрельскими тезисами 4 апреля. Остальной 1917 год – хроника выступления Ленина с речами и в прессе, а также других большевистских вождей. Великий октябрь, как и следовало ожидать, преподносится в виде этакой героическо-титанической борьбы правдолюбцев-большевиков со всевозможными злыми силами – меньшевиками, эсерами, кадетами и прочими. Такая трактовка чистой мифологии, так как Временное правительство к этому моменту было полностью не способно оказывать какое-то сопротивление. Период с 25 октября 1917 года по март 1918 года вписан под ленинским названием «Триумфальное шествие советской власти», который характеризовался бурным процессом установления советской власти по всей стране. Говоря об этом шествии, следует отметить замалчивание зверских массовых убийств, начавшихся сразу же после Великого Октября и продолжавшихся в течение всей советской истории. Так, об убийстве императора Николая II приведен такой «факт» в кавычках. 1 августа 1917 года по распоряжению Временного правительства царская семья была отправлена в Тобольск, а после утверждения в Сибири советской власти в Екатеринбург, и там в ночь с 16 на 17 июля 1918 года расстреляна. Как говорится коротко и ясно, об этом факте авторы не задают учебникам никаких наводящих вопросов. А ведь расстрелян был помазанник Божий и его семья, человек, правивший одной шестой частью суши более 20 лет, тем самым отечеством, об истории которого пишут авторы. Казалось, стоило бы спросить, за что расстрелян, какие преступления совершил бывший император и его семья, какой суд осудил их, почему только сейчас, через 75 лет, советская историческая наука решила сквозь зубы сознаться в этом преступлении перед Богом и людьми? И как можно было расстрелять лицо, о предках которого в соборном постановлении от 21 февраля 1613 года сказано «Заповедано, чтобы избранник Божий, царь Михаил Федорович Романов, был родоначальником правителей на Руси из рода в род, с ответственностью в своих делах перед единым небесным царем. А кто пойдет против всего соборного постановления, царь ли, патриарх ли и всяк человек, да проклянется такой всем веки, и в будущем отлучен бо будет он от святые троицы». На все эти вопросы история ответов не дает. Об убийстве великого князя Михаила Александровича сказано еще меньше. Пока не был арестован большевиками, сослан в Пермскую губернию, где был убит. Помилуйте, как убит? В несчастном случае? При ограблении? То же и о некоторых других бесчеловечно убитых членах царской семьи. Вообще, по мнению авторов, красный и белый террор явились результатом того, что насилие являлось универсальным методом угнетения трудящихся России и не менее универсальным методом их борьбы против угнетения. О белом терроре я, кстати, не знал. И дальше. Духом насилия была пропитана вся общественно-политическая атмосфера революционной России. Вот почему вряд ли оправданы поиски того, кто первым развязал террор. Еще несколько срочек ниже. В стране, подобной России, противоборство классов неизбежно должно было принять самые крайние формы. Авторы забывают пояснить, что в стране, подобной России, за последние сто лет царской власти было казнено по приговорам судов, а не убито или расстреляно. Менее тысячи человек. Несоизмеримо меньше, чем ежедневно стало расстреливать по классовому признаку рабоче-крестьянская власть, то есть без судов и прочей, по выражению Ленина, буржуазной волокиты. Советский период – сплошные оправдания зверских методов диктатуры пролетариата. Здесь много такого. Призыв руководства ВКПБ к максимальному напряжению сил отзывался невиданным энтузиазмом трудящихся, особенно на фоне глубоких кризисов на Западе. Описывается 1931 год. В стране голод количество заключенных ГУЛАГа исчисляется миллионами и растет. О физическом уничтожении русской православной церкви с применением неслыханных зверств и издевательств. Смотрим, например, книгу В. Русака «Пир Сатаны», Лондон, Канада, 1991 год. Ни слова. Геноцид русского крестьянства начала 20-х и начала 30-х годов преподносится как, в общем, разумная мера по поднятию производства и экспорта зерна для нужд индустриализации. О строительстве каналов Москва-Волга и Беломора-Балтийского на костях заключенных ГУЛАГа сказано, что они сэкономили затраты государства более чем в 4 раза. О том, во сколько жизни обошлась эта экономия, ни слова. Если не задумываться, то факт положительный. О голоде. 1932-1933 годов сказано, что он охватил примерно 25-30 миллионов человек. Но о том, что он явился прямым следствием коллективизации и сколько миллионов человек погибло в этом охвате, ни слова. Упоминается, правда, что он разразился на фоне сплошной коллективизации. Но о том, что он был прямым ее следствием, ученик должен догадаться сам, без наводящих вопросов. И опять без объяснений. О том, что несмотря на масштабы голода, за границу было вывезено 18 миллионов центнеров зерна для получения валюты на нужды индустрии. Впору, казалось бы задать наводящий вопрос. Поступила ли бы так царская Россия в подобном положении? Но такого вопроса нет. Учебник для 11 класса охватывает с 40-х по 91-е годы. Значительная его часть, 113 страниц из 287, посвящена Великой Отечественной войне. Но за исключением детальных повествований о различных битвах и сражениях, в которых неизменно побеждала Красная Армия, описание войны не дает правдивой картины. Создается впечатление, что армия сражалась за идеалы Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Так разгром советских армий в 41-м году объясняется рядом объективных причин. А для оправдания невиданных для России военных катастроф 41-42 годов авторы изобрели удобное словечко «военные неудачи». Ни слова о том, что русские люди в советской форме отказались защищать ненавистную советскую власть. Общеизвестно, что количество советских военнопленных, в большинстве перешедших на сторону немцев добровольно к концу 41-го года приближалось к 4 миллионам. А к началу войны, по данным учебников, Красной Армии служило около 5 миллионов человек. Значит, 80% армии сдалось немцам? Ни слова о том, что в немецкой армии к концу войны служило около миллиона русских. Беспрецедентное для России явление. Ни слова о том, что война с немцами была выиграна на русском патриотизме, воскрешением уже почти удушенной церкви, введением в армии офицерских званий и погонов, тех самых, которые вырезали на коже в 1918-1922 годах, введением гвардейских подразделений и орденов Кутузова, Суворова и прочих. Некоторые подробности об этом приведены в данном сборнике в статье «Генерал А.А. Власов». Описание послевоенного периода вплоть до наших дней с 45 по 91 года. Бесконечные перечисления лишений, бесправия населения, ужасающей бедности. Упоминается, например, послевоенный голод, снова унесший миллионы жизней. Но описывая все эти беды, не только непрекращающиеся, но увеличивающиеся по мере усложнения технологии и приближения к коммунизму, авторы никак не могут прийти к логическому заключению о порочности идеологии, породившей этот режим марксизма. Излишне говорить, что верным материалистическим духу и традициям им даже в голову не может прийти та дикая мысль о том, что без духовной базы никакие экономические потуги не принесут решения. В разделах под названием «Политическая и духовная жизнь общества» церковь просто-напросто не упоминается. Ни слова также не говорится и о хрущевском погроме церкви, когда тысячи и тысячи храмов, открытых во время войны с немцами для создания патриотических иллюзий, снова закрывались и сносились. Какие же заключения может сделать и с каким багажом выйдет из жизни ученик, прошедший эту, в кавычках, историю? Вся история Отечества говорит о том, что первые тысячи лет народ угнетали феодалы, попы, капиталисты и буржуи, кулаки, проклятый царизм и прочие враги прогресса. Последние 80 лет неудачи, промахи, головокружение от успехов, головотяпство, культ личности, провал с кукурузой, период застоя, ошибки руководства и прочее. От такого Отечества впору полезть в петлю или эмигрировать в Америку, что, кстати, те, кому это удается, и делают. Ясно, что теперешний учитель, вооруженный такой историей, никаких войн не выиграет. Январь 1995 год. 1 Царств 10, 19. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему, царя поставь над нами. Притча 3, 11. Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. 2 Петра 2, 1. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Когда бы ныне к оккультистам шли, за зрением истинным вздирая катаракту, то во главе ослепших и Иерусалим за первенство вполне представить драку. Слепцы-учителя, премьеры и министры, народ слепотствующий уже столько лет, и патриарх, протискиваясь быстро, с епископами бросился на дальний склеп, умыться бы в источнике любви, измазанным нездешним сущим бреньем. Монашеские аввы и равви, поднявшие руки, рухнут на колени, а тот источник, чудный водоем, Христос и Библия, всего лишь пара слов, когда же к ним, очнувшись, да бредем? О, только бы опять куда ни занесло, когда-то кто-то сотворил источник, легендами украсив силаам, прозрели там бесчисленные очи, поверившие евангельским словам. Тьмы тем учителей поразвелось, крикливых надоедливых сектантов, и несмирением высевают злость. На их хуление плюньте и отстаньте. Святая Церковь сохранила слово, догмат о триединстве божества, а эти пришлые слепых, заблудших ловят, мекина вместо хлеба и дресва. Позор России в скрывшихся монахах, не видевших столь зримой слепоты. Теперь приходится, всплеснув руками, ахать. Не помогли моленья и посты. Страна слепцов, а не святая Русь, без Библии, а слепшаяся в зачатии. Слова Христовы «Дом ваш будет пуст, давно на нас сбылись, а мы не замечали». 2 марта 2007 год. Игла.